Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Накануне в общественной палате обсуждали акт контроля по тарифам ЖКУ за 2019 год И, собственно, пришли к общему мнению, что рост тарифов сдержать невозможно А для их ослабления нужно уменьшать аппетиты ресурсоснабжающих компаний Абсолютно согласен Это если коротко Ну, я на самом деле тоже видел этот акт И действительно в нем много позиций Которые раньше людьми, которые так или иначе к этой сфере были причастны Или интересовались Нашли свое подтверждение Но ключевые выводы я бы добавил, наверное, еще один Не то, что сдержать невозможно То, что еще и никто не сдерживает их То есть я имею в виду, в первую очередь, те замечания и те вопросы Которые были заданы в адрес региональной службы по тарифам Потому что мы констатируем, что когда публикуется, предположим, какая-то статистика Связанная с увеличением тех или иных тарифов Будь то ЖКУ, ТБО, транспорта и так далее Кировская область на уровне Приворского округа всегда оказывается в лидерах Но мы видим периодически эти новости Мне, кстати говоря, никогда не было понятно, как считается Потому что огромное количество рейтингов Разного совершенно и разных методик подсчета И то мы там, значит, самые первые в России по росту тарифов Потом выясняется, что вроде это не так Считается все достаточно просто То есть федеральная служба устанавливает некий диапазон В пределах которых может варьироваться тариф минимальный уровень Федеральная служба какая? Чего? Ну, федеральная служба, которая, там, министерство и служба, которые регулируют как раз вопросы тарифной политики И они рекомендуют регионам Ну, слово рекомендуют, мы понимаем, что под словом там, синоним слова приказывают Вас очень попросили из Москвы Да? Да Да, вот так Я думаю, кто меня попросил Вот, установить тарифы в пределах этих, этого диапазона Где есть минимальный, где есть максимальный И на протяжении последних лет отмечается, что в Кировской области всегда речь идет о том, что используются тарифные ставки именно максимального уровня Несмотря на то, что у соседей эти там тарифные ставки зачастую ближе к минимальному И вот, как бы, вот на основании этих как раз и показателей и формируются там рейтинги и представления о том, что в Кировской области Точнее, не представления, а факт о том, что в Кировской области темпы роста тарифов, они всегда выше, чем в других регионах Приворского округа Подождите, вот я правильно понимаю, мы говорим о том, что есть некий максимальный предел, превышать который нельзя Минимальный и максимальный Вот мы на максимуме сосредоточимся. То есть есть максимальный предел, превышать который невозможно. И мы не превышаем. Мы его не превышаем. Но мы прям подкрадываемся совсем близко. Мы всегда, точнее не мы, а региональная служба тарифов, ориентируются на верхние показатели. При этом в соседних регионах, вы говорите, каким-то образом находят механизмы для того, чтобы РОС был не таким значительным. Находят механизмы, выстраивают позиции такие, что их показатели по тарифам всегда... А как они это делают? В среднем. Как это они делают? Непосредственно в акте там особое внимание и особый акцент сделан на такое понятие, как неэффективное управление. Вследствие чего возрастают аппетиты и желания наших ресурсно-сназвающих организаций и их обоснования роста тарифов. То есть, ну, там мы с вами все являемся свидетелями того, как, предположим, проходит ремонт внутри дворов, а ремонт теплоцентрали. Да, вот вы когда-нибудь обращали внимание, да? Когда там вырыли яму, после этого яма там стоит несколько недель, потом приезжает еще кто-нибудь, начинает что-то там делать, потом этот процесс вялотекущий и так далее. То есть, мы можем там как угодно говорить о том, что там это все там связано с высокой загруженностью, но мы понимаем, что каждый день вырытые ямы это расходы, которые несут ресурсно-снабжающие организации, связаны с проведением ремонтов, которые им куда-то потом надо на кого-то переложить. И потом, когда возникает уже вопрос относительно обоснования стоимости тарифов, вот эти все расходы и всплывают. И выясняется, что стоимость, предположим, инвестиционных программ этих ресурсно-снабжающих организаций достаточно большая и, соответственно, требуются более высокие тарифы. Плюс ко всему есть экономические факторы, да, там Кировская область, территория, ну, я думаю, что уже не секрет, и там этот факт признанный, в котором идет резкое сокращение населения, резкая убыль субъектов бизнеса. Ну, я не знаю, можно ли бы говорить резкое, но убыль идет. Да. То есть не как в Иркуте, наверное, но убыль идет. В данном случае, скажем так, аппетиты и производство электроэнергии остаются на том же уровне. Соответственно, возникает вопрос в том, что ресурсно-снабжающие организации тем самым за счет естественных экономических и демографических процессов начинают терять свои доходы. Соответственно, возникает вопрос, они это точно не хотят делать, за чей счет там можно компенсировать вот эти все потери. Соответственно, опять же, в обосновании появляется пункт о том, что нам необходимы более высокие тарифы, так как у нас достаточно высокие потери. То есть вот совокупность вот этих всех компонентов, которые в принципе для региональной службы тарифов там может быть с одной стороны рассмотрено, но с другой стороны не учитываться, потому что речь идет о либо объективных причинах, которые там ответственность за которую должны разделять все и потребители, и снабжающие организации, либо об неэффективном управлении в формате ресурсно-снабжающих организаций. То есть вот это все ресурсно-служба тарифов должна учитывать с точки зрения экономического обоснования. Но не учитывает. Или учитывает? Ну, как показывает, предположим, ситуация, все мы помним ситуацию с установлением тарифа за вывоз ТБО. Ой, мы сегодня обсуждали весь день. Вот, помним, да, что как там сначала втюхали данные, расчетные данные там 20-летней давности, и на стороне этого был установлен тариф. Ну, вот это показатель того, как работает РСТ. Да, то есть я думаю, что в остальных вопросах и, опять же, там, в бытность контактов, там, участие в заседании комиссии РСТ, там, я наблюдал, что очень много вопросов связано с тем, что РСТ не осуществляет экономического расчета, экономического анализа, а опирается либо на данные тех же ресурсно-снабжающих организаций или иных организаций, которые просят увеличить тариф. Да, там... Мне кажется, они бы с вами поспорили. Недавно здесь был представитель РСТ, когда про транспорт мы говорили, вот, про повышение стоимости проезда. Как бы вопрос заключается... Оценивали, смотрели, считали, он говорил. Вопрос заключается в том, что, как бы, смотрели, оценивали, считали. Это сейчас можно говорить на фоне того, что там была заявлена хотелка в 35 рублей, да. 40, почти, говорили. 40 рублей, да. Там установили 26, вроде как герой. Ну, как бы, я думаю, что тут геройства не так много, и мы помним все, о чем говорил, предположим, тот же Денис Перлок, да, там, накануне, там, за несколько месяцев до этого, в процессе этого, да, и все его мысли сводились к тому, что, в принципе, оснований вообще для увеличения тарифов нет. И меня очень интересует, и я надеюсь, что, может быть, там, через, там, 3-4 месяца, как-нибудь в эфире радиостанции мы этот вопрос пообсуждаем, очень хотелось бы услышать водителей, из-за которых повышаются тарифы. Ну, ссылаясь на которых, Ключевая, ключевая, у меня есть несколько знакомых водителей общественного транспорта, которые говорят, что их заработная плата не растет уже очень давно. Так, подождите, вот у меня сразу, Михаил, к вам предложение. Давайте вы у ваших знакомых водителей общественного транспорта спросите, вот в февраль подняли стоимость проезда на 4 рубля, вырастет у них в феврале заработная плата? Вот я почему говорю, давайте мы, там, как бы, ну, вот, там, и Дениса можно перелогать, сейчас он с учетом новой должности, я думаю, что у него тоже будет что-то сказать, да, там, и проведем такой анализ. Давайте. Потому что, как бы, вот ситуация в том, что там, то, что нам втюхивают, что это забота о водителях, о работниках, да, там в количестве методов. Нет, ну, там говорят разные, но в том числе и этот аргумент. В том числе это один из пунктов. Это важный социальный аргумент, конечно, это люди, да. Что три года там не повышается им заработная плата, да им больше не повышается заработная плата, тогда возникает вопрос, там, чьи заработные платы мы повысили. Сейчас. Да, и до этого, когда 22 установили, и сейчас. Ну, может быть, вот сейчас повысит зарплату наконец-то. Я буду только рад, там, я буду счастлив, если мы окажемся неправы, и наши, там, водители получат увеличение, там, на сколько это получается, там, грубо говоря, на 10% заработной платы. Договорились, Михаил, обязательно сделаем эфир. Сейчас сделаем небольшую 20-секундную паузу, и вернемся, Михаил Курашин, в нашей студии. Особое мнение на 101FM. Да, я в перерыве Михаила Курашина, нашего гостя, вице-спикера ЗАГС Собрания Пятого Созыва и эксперта регионального ресурсного центра, спросила, вот этот акт итоговой контроля по тарифам на жилищно-коммунальные услуги за 2019 год, могут ли обычные жители города Кирова, наши слушатели, где-то посмотреть, да? Я так понимаю, что обсуждалось это все как раз на рабочей группе общественной палаты, да, и на площадке общественной палаты. И мы сегодня обязательно попросим, конечно, представителей общественной палаты, где-то этот документ разместить, если в нем нет ничего секретного. А мне кажется, ничего секретного в таких вещах быть не должно. Напротив, люди должны знать. Ну и, собственно говоря, публикация об этом мероприятии, которое прошло, тоже должна появиться на сайте общественной палаты. Мы продолжаем. Я просила бы вас, Михаил, сейчас политические такие вот вещи проанализировать, которые происходят в нашем регионе. Ну, во-первых, уход Ильи Шульгина. Мы его обсудили уже со всех сторон. Я думаю, что Илья Вячеславович икалась, наверное, на протяжении последней недели, потому что все его вспоминали. Кто добрым словом, кстати, были такие, их было немало. Да, кто там критиковал. Но больше сейчас нас интересует история с выборами преемника. То есть изначально на заседании Городской думы, где было сказано, что Илья Шульгин покидает нас, заявление по собственным желаниям, в ходе он написал, было сказано, что вот сейчас, где объявим конкурс, сформируем конкурсную комиссию и выберем, значит, вам самого лучшего главу администрации. И все это должно было произойти до 26 февраля, то есть следующего заседания Городской думы. Практически в тот же день был опубликован список из пяти человек. Это представители Городской думы, пять человек. Вот Елена Ковалева, два ее заместителя и еще два депутата, рядовых депутата Городской думы. Вот. Собственно, вчера мы в этой студии обсуждали вопрос, да, и я задавала этот вопрос, а почему нет до сих пор еще пятерых членов комиссии, которых должен предложить или назначить губернатор. Их, правда, нет в открытом доступе. Возможно, они назначены. После этого появляется новость о том, что конкурс на должность главы администрации откладывается, потому что где какие-то вопросы с формированием комиссии. И вот я тут уже вообще ничего не начинаю не понимать. При этом эксперты пишут, что вопрос это не с комиссией, а вопрос это с кандидатами на пост главы администрации. Я думаю, что тут вообще вопросов очень много. И, собственно, начнем с отставки Ильи Вячеславовича. Я, наверное, больше... Вы жалеете или радуетесь? ...отнесу себя к категории тех, кто не злорадствует на эту тему. И, на мой взгляд, в принципе, мы помним, как он приходил. И в большей мере тогда это уже отмечалось, что, собственно, не по своей воле он сюда идет. Он должен был стать неким равновесием между интересами губернатора и интересами так называемой местной элиты. То есть местная элита имеет большинство в предстоительном органе и рулит этим процессом. А Илья Вячеславович должен был отвечать за вот эту всю хозяйственную часть. Заявление некоторых коллег и экспертов о том, что он очень быстро потерял авторитет среди населения. Но я думаю, что для населения любой чиновник такого уровня никогда особого авторитета и не имеет. Ну, давайте будем говорить... Никита Белых это называл презумпцией виновности власти. Я помню. Тот, кто начальник, он всегда виноват. Вспомним предыдущего главу города. Уже через год, в 2008 году, в принципе, люди уже высказали свои отношения о том, что он является в ходе опроса одним из наиболее коррумпированных лицом в нашем городе. Такое ощущение, что все свечку держали. Вот. Но это, опять же, это отношение людей. И то, что там предыдущий глава продержался такой длительный период, это, скорее всего, говорит не о том, что он прочный и крепкий хозяйственник, что он выгоден был так называемым милитам и удобен с точки зрения того, что в целом происходило в нашем регионе. Мы про Владимира Васильевича Быкова говорим. Он глава города все-таки. Илья Вячеславович, это глава администрации. Глава города это должность выборная. Мы понимаем, как, в принципе, глава администрации назначаемая. Как это складывалось при прошлом руководителе. Не случайно, что, предположим, когда рассматривались вопросы по земле Парки Победы, по его теме главы города выступали сотрудники исполнительного органа, то есть администрации города. Которому он не мог давать указания. Которому он не мог, но давал указания. То есть и все исполняли. А то, что Шульгин, так называемый, не смог понравиться элите, ну, как бы, это тоже достаточно очевидно. И тут, я думаю, что не надо идеализировать нашу элиту. Мы тоже знаем, о ком мы говорим, или чья это дума. И точно этих людей отнести к людям, которые заботятся о развитии города, точно я бы не стал. О ком мы говорим, Михаил? Давайте назовем этого человека. Валерий Васильевич Крепостанович. Валерий Васильевич Крепостанович. Известный в городе человек. Да, известный в городе человек. И депутат, между прочим. И депутат, между прочим, да. То есть, и, соответственно, там, вступая в конфликт с ним, мы, как бы, опять же, может быть, на уровне жителей города, там, этой информации, там, не так было много. Но, там, какие-то все равно служки из Белого дома выходили. Мы знали и о конфликте, и знали и о том, что во многом ротация, которую провел Шульгин, эта ротация была вынуждена именно этими причинами, что убирались люди, которые были наиболее зависимы, наиболее повязаны с... Не повязаны, давайте говорить связаны. 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 Повязаны интересами, я имею в виду. То есть, связаны интересами с... Валерием Васильевичем, да, с Крепостановым. И, как бы, эта зачистка произошла. Чего не хватило Шульгину? Ну, во-первых, ему не хватило интереса к этой должности. Еще раз повторю. Ему это было неинтересно. То есть, было ощущение, что его туда попросили пойти? Ну, это не ощущение, это так и было. Так и было. Просили. А во-вторых, ему не хватило, наверное, времени. Да, то есть, там, ожидать, что, там, за два года полностью все в городе изменится, ну, там, для этого нет такой скамейки запасных. Вот, Ян Чебатарев с вами не согласен. Ну, ради бога. Он говорил, год ждали, ладно, сколько можно кредит доверия-то длить? Ну, еще раз, там, то, что нужно было, там, убрать все ключевые посты в администрации и тогда, там, поставить своих людей, вызывает автоматический вопрос, а где их взять? Это, там, это мы опять об этом, там, об этом мы говорим на уровне областной правительства, об этом мы говорим на уровне городской администрации, да? Нет этих людей. Миллион триста областей, а людей нет. А людей нет. И, как бы, в данном случае, там, ему не хватило времени. Что он, как бы, там, смог сделать? Ну, действительно, и, на мой взгляд, и, там, мое отношение к этому такое, что ситуация с электронным проездным и с вопросами, связанными к Быкову, это, в том числе, результат работы Шульгина. То есть он продвинул эти... Дал допуск, там, я уже сейчас, там, технику не могу, но считаю, что, там, именно то, что он делал, там, способствовало тому, что появились эти дела. А дальше, там, каждый может решать, как он к этому относится. Да, там, правильно, что привлекли, начали привлекать Быкова, и, там, всю эту бригаду с электронными проездами. Неправильно, доведут, не доведут, это второй вопрос. Там, но эта ситуация возникла при Шульгине, и, как бы, на мой взгляд, он в этом принимал непосредственно участие. Но, как минимум, не мешал? Я думаю, что помогал. Помогал. Да, там, и когда говорят о том, что Шульгин, там, разрушил, стал разрушать, там, фундамент, там, вот этих всех, ну, уже сложившихся коммуникаций, отношений, которые были, там, при прежнем, мы говорим, там, да, я в этом согласен. Вот, что он не успел, ну, вот я уже сказал, да, то есть он не успел ничего сделать для города. К сожалению, это так, да, то есть ни позитивных изменений с точки зрения благоустройства, коммунального обслужения, развития малого бизнеса, улучшения социального положения и так далее, то есть этого не произошло. Почему? Ну, потому что, вот, я уже причины, на мой взгляд, назвал, да, там, ему это было, он не был ни морально, ни профессионально, не кадрово готов к этой работе, и, как следствие, собственно, это все произошло. Что будет дальше? Да. Ну, я абсолютно с вами согласен, что... Что происходит на самом деле? Я предвижу, что все-таки вот эта, там, волна, которая была запущена 15 января по посланиям губернатора с непонятными посылами... Так, подождите, посланием губернатора президента? Да. С непонятными посылами относительно реформирования системы органов государственной власти, они... И непонятно, что будет с местным самоуправлением, да? Они должны, вот, как бы, проявиться, да, то есть, там, будет ли досрочная отставка, там, губернаторов, законодательных органов, там, и так далее, нахлестнет волнам, там, каких-то новых выборов и так далее. Вот, я думаю, что вот как раз отсрочка, это... Вы думаете, с этим связано? Так далеко? Период в ожидании. Так далеко? Я-то думала, просто не могут человека выбрать, который будет удобен всем сторонам, нет? Ну, я, как бы, при всем... Всем представителям всех элит, и местных, и неместных. Я думаю, что если бы вставал вопрос о том, что кого там назначить главой администрации, то там... Так, что значит назначить? У нас кадровый конкурс, Михаил. Кого назначить главой администрации, то я считаю, что там Геннадий Плехов, это там не самый худший вариант, тем более человек имеет опыт работы главой города. Имеет, и, мало того, и имеет репутацию крепкого хозяйственника у себя в Новоавиатском районе, да. Поэтому, как бы, говорить о том, что нет кандидатов, ну, вот он живой. Ну, он есть, да. Живой, здравствуйте, я думаю, что... Мы не знаем, готов ли он. Не задавали ему этот вопрос, к сожалению, он сейчас не очень доступен для СМИ. Я предполагаю, что он, как человек, который очень давно на службе государства находится, должен эти вопросы рассматривать с позиции не только «хочу, не хочу», а «есть». А, ну, понятно. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Мы, как бы, там, все-таки, вот, постоянно это там размывается, тема, люди, о которых мы говорим, они служат. И поэтому, как бы, их желания, это как в армии, да, там, ваши желания могут быть услышаны только после исполнения приказа. Понятно. Поэтому, как бы, вот, там, не надо путать с рядовым работником, которому не понравилось работать, он ушел. Ты идешь на службу. Тебе все, там, преференции, которые предусмотрены госслужбой и муниципальной службой, даются за то, что ты служишь. Михаил, подождите. Вот все-таки имя Геннадия Ивановича Плехова не называлось в числе тех кандидатов, которых прощили на плате главы администрации. А почему? Это и странно. Ну, как бы, это и странно. Потому что, опять же, мы же с вами об этом и говорим. Есть готовый специалист, обладающий опытом, компетенциями, знаниями, находящийся на резервной должности, да, замглавы администрации, там, и почему-то он не рассматривается. Ну, мое... Ну, даже не называется. Мое предположение. Не называется. Нет даже предположений. Мое предположение, что ожидают каких-то заявлений, событий, которые должны произойти в целом системе. То есть, речь не о том, что здесь на уровне договориться не могут, речь о том, что просто паузу взяли в связи с федеральными какими-то инициативами. А кто здесь, с кем должен договариваться? Ну, мне-то казалось, элиты между собой должны определиться, кого... У нас элита, в принципе, не осталась, кроме одной. Ну, ладно. То, что касается, там, областного правительства, я думаю, что, как бы, ну, в свете того, собственно, там, что мы видим из серого дома, ну, им давно, как бы, уже не очень интересно то, что происходит на уровне области. И вряд ли бы, там, они какие-то сильные свои интересы начнут лоббировать на уровне области. Так, подождите. Мы сейчас говорим про разные две ветви в сером доме. То есть, у нас есть губернатор области Игорь Владимирович Васильев, который сейчас проводит какую-то часть времени в Кирове, какую-то часть времени в Москве. У нас есть председатель правительства Александр Анатольевич Чурин, который в Кирове, и, наверное, ему интересно, что происходит в Кирове. Ну, может быть, если было бы интересно, то мы бы слышали какие-то заявления по этому вопросу. В том числе по поводу главы администрации. Ну, мы сейчас по этой теме говорим. Да, городской, областной столице, столицу области, между прочим. Мы же не слышим этих заявлений. Не слышим. Не слышим. Мы оттуда вообще никаких заявлений уже в последнее время давненько не слышим. Может быть, как раз вот этот факт с тем, что конкурс отложен, это и есть своего рода заявление оттуда? Из серого дома? Ну, я не знаю. Это как бы, там, тогда, может быть, есть смысл связаться вам с пресс-службой и все-таки выяснить, как бы, если это их заявление, тогда, как бы, чем оно подтверждено. А если это стечение обстоятельств, ну, тогда, как бы, стечение обстоятельств. Вот, поэтому, как бы, вот я все-таки сторонник того, что этот период нужен для выжидания. Москва приложила руку. Повлияло. 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 Хорошо. Делаем перерыв полторы минуты, реклама, и мы с Михаилом Курашиным вернемся. Михаил Курашин в нашей студии, вице-спикер законодательного собрания Пятого созыва и эксперт регионального ресурсного центра. Я, прежде чем мы перейдем к поддержке некоммерческого сектора, все-таки, Михаил, хотел бы попросить у вас прокомментировать эту историю громкую, которая в последнее время достаточно часто там обсуждается, СМИ, да в последние дни. Это история с представителем депутатского корпуса, депутатом Яранской думы Дмитрием Епифановым, который сначала назвал жителей города терпилами. Я сразу прошу прощения за такое слово, да. На самом деле я должна просто слушателям пояснить, в каком контексте оно было сказано, то есть, ну, это не совсем был уголовный контекст, сказано про то, что люди не готовы бороться там, да, за свои права, вот. Поэтому вот Яранск город терпел, потому что люди готовы терпеть вот то, что вот происходит, нехорошее в жизни. Он имел в виду вот это, вот, да. Но слово, тем не менее, было подобрано неверно, вот, разгорелся скандал, причем скандал вышел на федеральный уровень, и депутат уже написал заявление о выходе из Единой России, Единая Россия его раскритиковала, практически сразу он извинился перед жителями, вот. И я, кстати, не знаю, очень может быть, что человек, который сразу извиняется за свои неосторожные слова, это не самый плохой человек, Михаил. Ну, если мне не изменяет память, когда я там читал данную новость, он, когда это слово произнес, он уже сразу же в этой же фразе сказал, что... Прошу прощения, да. Прошу прощения, да, то есть, что я применяю это слово. Да, то есть вопрос всего лишь одного слова. При правильном смысле неправильное слово. Там, почему такая ситуация возникает? Ну, опять же, глубокие вопросы. Там, собственно... Ну, он не сдержался человек. Ну, опять же, там... Забыл, что он публичное лицо. Он публичный политик. Да, то есть, я все время привожу пример о том, что там в советское время была высшая партийная школа. И людей учили заниматься политикой. Людей готовили для политики. Сейчас у нас как бы там в порядке вещей, когда там такие вещи допускаются, потому что люди, которые приходят к власти, это люди, там, неподготовленные, в том числе умением подбирать слова, умением думать, да, там, и, к сожалению, там, может быть, собственно, там, все это такой тренд, который, собственно, спровоцировал, наверное, и уж простите, наш президент. А, высказываниями своими, да, про подворотни. Да, и про квартиры, и там... И про мухи и котлеты. Да, то есть, это такая... Если там ему можно, то почему тут я... Да, нормальный, нормальный фигон публичной политики. Там, в низовом уровне, уровне, там, небольших городов, там, где все это дело контролируется, вообще... Вот нашелся кто-то, кто, там, эту тему взял и вытащил. А ведь, в принципе, я думаю, что таких примеров-то на уровне и, там, рабочих моментов, ну, еще больше. Поэтому, как бы, это вопрос вообще низкой культуры... Общества. Власти. И власти. По причине ее неподготовленности людей, которые туда приходят, он, как бы, есть. Там, мы об этом... Ну, примеров-то вспомним хотя бы, там, прошлый год, да? Да нет, мы видим и на уровне региона, и на уровне страны мы видим эти примеры. И про макарошки, там, и чего-то конет. И чиновники высокого уровня себе такое тоже позволяют, да? Вот недавняя история с губернатором Чувашей, да? Их культура связана с тем, что, как бы, там, они не умеют себя вести, как политики. У меня к вам вот какой вопрос. Если вот эта вот конкретная история, которую мы сейчас разбираем, ну, фактически, кроме вот этого вот слова, она выеденного яйца не стоит. Ну, по большому счету. То есть человек сказал, что вы на выборы не ходите, сами виноваты. В другие слова только это облег. Человек написал заявление о выходе из партии. Не самый плохой человек, раз готов признавать ошибки. Готова ли «Единая Россия» вот так разбрасываться кадрами направо-налево? Я думаю, что сегодня и сама «Единая Россия» не понимает, куда, что с ней будет и куда она. Мы сейчас возвращаемся к разговору первой части. Она сейчас сама плохо себе представляет, что с ней будет в этом году и тем более на следующий год. И поэтому, ну, опять же, пометуя историю «Единой России», мы знаем, что обычно накануне предвыборного периода обостряются различные конфликты в «Единой России», ну, и, собственно, и в других партиях, но в «Единой России». Особенно, когда, собственно, все начинают уже задумываться о будущих мандатах, о будущих местах и занимаются тем, что там топят друг друга и в том числе используют вот там подобные поводы для того, чтобы бороться с конкурентами. Поэтому там это внутриполитический процесс, который, внутрипартийный процесс, который там присутствует. Является ли данный депутат жертвой данной ситуации? Ну, я не готов, я не знаком с ситуацией. В яранском там отделении, но, опять же, там, понимая, что он является действующим депутатом, да, там, ну, судя по отзывам, это, там, не последний человек в городе Яранске, да, там, судя по тому, что он позволяет себе высказывать свою точку зрения, да, там, это значит, человек, ну, достаточно сильный. Поэтому, там, исключать, что, таким образом, собственно, под шумом могут, решили воспользоваться ситуацией, чтобы избавиться, да. Но при этом я вам должна сказать, что руководитель Рекосполкома партии «Единой России» Сергей Притко назвал поступок Дмитрия Епифанова мужским, вот этот поступок с извинениями, да, и с написанием заявления о выходе из партии. Отметил, что инцидент исчерпан и станет уроком для остальных. Вот так. Отлично, отлично. Ну, то есть рекотеление, собственно... Я бы рекомендовал господину Притко самому бы стать публичным и посмотреть, насколько он будет выдержан... В сдержан выражениях. В сдержан выражениях из на таком правильного русского языка, да, то есть и потом уже смотреть, будет он мужественным или нет. Нет, ну, просто, я вам просто к тому, что... Я понимаю. Отделение уж такого прямо, что злодей, злодей, ему не место в наших рядах, такого прямо уж не было. Ну, знаете, вот как бы все понимают, что речь шла не об уголовном термине, да, а речь шла в одном слое. Это там не расстрел собак, которая там... Другая история тоже связана с «Единой Россией», где как бы... Ну, тут-то уж мужественным даже извинения уже назвать очень тяжело. Их не было. Вот, и поэтому там я очень надеюсь, что всё-таки там ту ситуацию тоже не замнут. Да, с Егдаровым ситуация, да, и с расстрелом собак в Зуевском районе, если я не ошибаюсь. Так, пять минут у нас остаётся, пять минут на поддержку, на новостях о поддержке некоммерческого сектора. Есть проблемная история, проблемная история с региональным нашим грантовым конкурсом, о котором мы с вами, Михаил и Снаталья Шитько, председателем общественной палаты и руководителем реквы отделения общества знаний, говорили неоднократно и очень радовались тому, что он должен быть возобновлён, и он должен был быть возобновлён с 2020 года. Февраль на дворе. Да, 5 февраля, как бы, и несмотря на все заверения о том, что мы настаивали ещё в прошлом году о том, что он должен быть запущен уже в ноябре прошлого года, для того, чтобы у организации был год на реализацию их проектов, тем более год с достаточно ярким историческим событием, памятным событием. Юбилей Поведы, мы это имеем в виду. Да, но там сегодня уже 5 февраля, и как бы на сегодняшний момент представление о том, когда же будет этот конкурс объявлен, несмотря на то, что Министерство внутренней политики заявляет о том, что всё-всё-всё готово, всё-всё-всё готово, ну, как бы, нет. Это там первая история. Вторая история о том, что это будет за конкурс. Потому что когда в прошлом и позапрошлых годах, собственно, разговаривали, были встречи губернатора с представителями некоммерческими организациями, высказывалась именно мысль о том, что региональный конкурс должен стать тренировочной площадкой для того, чтобы кировские организации могли быть подготовлены для участия в конкурсе «Президентский грант». Вот, сейчас надо пояснить, что мы имеем в виду. То есть мы говорили о том, что региональный конкурс – это конкурс, где могут участвовать некоммерческие организации из муниципалитетов области, из районов области, из маленьких сельских поселений. Это люди, которые никогда не замахнутся, скажем так, на конкурс «Фонды президентских грантов». И пока не готовы к этому. Себя посчитают и сами, может быть, не готовы. Или не пройдут этот конкурс, потому что действительно они первый раз пишут ещё эти заявки на какой-нибудь маленький проект благоустройства памятника, мемориальной зоны, расчистку кладбища с воинскими захоронениями, ещё что-то. И в сухом остатке, собственно, все предложения, которые вносились общественниками, нами, как ресурсным центром, в принципе, оказались в песок. То есть открытого общественного обсуждения или экспертного обсуждения конкурсной документации не было. Министерство отдало всё на откуп Министерству финансов и Министерству правового управления. Те, недолго думая, как мне кажется, вытащили документы прошлого конкурса, который 6 лет назад был, и который, собственно, умер, потому что он был несовершенен. — Несостоятельный. — Да. И в результате мы можем получить конкурс, который, собственно, точно не тот, который хотели некоммерческие организации, некоммерческий сектор. И, помимо всего прочего, тут же ещё дополнительным ударом является и то, что буквально в 20-х числах января президент, а потом и фонд президентских грантов объявил о том, что они готовы поддерживать финансовый региональный конкурс. Для этого конкурсы должны быть действительно открытыми, эффективными и так далее. И накануне всех этих заявлений были рекомендации Министерства экономического развития региональным органам власти по тому, что нужно учитывать при разработке концепции конкурсов. — Региональных именно, на региональном уровне. Речь шла о том, что это абсолютно другие конкурсы по сравнению с тем, то есть... — По сравнению с тем, что был 6 лет назад и которые хотят возродить, получается. — Наше Министерство внутреннего развития просто проигнорировало. И Минфин, и Минюз просто проигнорировали рекомендации МинЭК. И в результате, как бы, у меня теперь уже возникает опасение о том, можем ли мы попробовать начать там заявляться, начать переговоры с фонда президентских грантов о том, чтобы хотя бы в 2021 году они там вместе с нами провели этот конкурс и там профинансировали, как они заявляют, там до 70%. — Подождите, давайте все-таки вот резюмируем. То есть я правильно понимаю, что конкурс, региональный конкурс грантовый, объявлен будет, но мы пока не понимаем, когда, где-то на днях. Но условия этого конкурса будут такими же, какими они были 6 лет назад. Когда они критиковались и, собственно говоря, послужили причиной, в том числе того, что этот конкурс почил. — Да. — Да. Самое основное из того, что там не устраивало в условиях того старого конкурса? — Самое основное заключалось в непрозрачности экспертной процедуры, к завышенным требованиям к предъявляемым участникам, к необъективным критериям оценки, ну и, собственно, вот в этой части. — А документацию вот этого нового конкурса мы можем посмотреть сейчас? — Вот мы тоже ее и ждем. Даже мы, ресурсный центр, ее ждем. — То есть даже вы, ресурсный центр, до сих пор ее не видели. Через несколько дней он должен быть объявлен на его старте, и мы не видели. Отлично. — То есть, как бы, я еще раз говорю, ни одного публичного общественного обсуждения конкурса не было. — И при этом мы еще и не можем претендовать на деньги фонда президентских грантов, потому что... — С таким конкурсом, с такой моделью конкурса... — Если будет вот тот, который был, мы просто не будем соответствовать требованиям. А там большие деньги, там до 70% дополнительной суммы, которая у нас есть. — То есть 10 миллионов, значит, 17 миллионов у нас был бы грантовый фонд. — То есть на 7 миллионов больше? — Да. — На 7 миллионов больше? — Для этого, еще раз говорю, там, с мая прошлого года общественники, некоммерческие организации, то есть даже только мы, ресурсный центр, были подготовлены 4 проекта конкурсной документации, мы их делали либо на основе опыта других регионов, которые, странно, почему-то в других регионах так можно, а в нашем регионе так нельзя. — У нас место проклятое. — Либо он был максимально приближен к формату, к модели того же конкурса президентских грантов. — Угу. — Все. То есть мы абсолютно остались со своими предложениями неуслышанными, незамеченными. — Печально. — Грустно. — В общем, я предлагаю так. Мы дождемся истории с объявлением конкурса и сделаем эфир. Я не знаю, если не будет поздно. Сейчас с Михаилом обсудим. Время программы истекает. Благодарю Михаила Курашина, вице-спикера Законодательного собрания области 5-го созыва и эксперта регионального ресурсного центра. До свидания. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok